Сегодня многие профильные фирмы декларируют оказание бесплатной юридической помощи. На деле же эти заявления нередко оказываются, мягко говоря, несоответствующими действительности. В итоге визит в юрконтору оборачивается значительными расходами, например, за оформление документов и другие дополнительные услуги. Существует очень много мошеннических схем, когда человек приходит, берет какое-то, ну, у него какое-то это дело или какой-то вопрос, но получается, что справка стоит каких-то больших денег. И потому что пенсионеры, люди, например, с инвалидностью, малообеспеченные люди, не так знающие юридическую какую-то историю, да, у них получается то, что им приходится платить деньги. Мало того, что они иногда, даже получается, когда ведение дел, огромные деньги затрачивают. Именно поэтому так важна областная программа по открытию центров оказания бесплатной юридической помощи. На социальную правовую поддержку со стороны государства могут рассчитывать малоимущие граждане, инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои России и Советского Союза, герои труда, дети-инвалиды и дети-сироты и ряд других категорий граждан. Одна из основных задач – это реализация идей, заложенных в федеральном законе номер 324 о бесплатной юридической помощи, которая финансируется, вот, оказание этой помощи за счет бюджета Московской области. Но, в принципе, любой человек, который обращается сюда, в такие центры, получит юридическую помощь, консультация, возможно, написание документов, если мы видим, что этот человек необеспеченный, да, малообеспеченный, либо какой-то другой, незащищенный, но не подпадает под категорию закона, мы все равно можем дальше и судебные представительства и так далее. Сегодня подобных центров в регионе уже около 20. Теперь среди них есть и Одинцовский офис. Предполагается, что работать здесь на начальном этапе будет около 10 адвокатов, но за их плечами еще 6 тысяч высококвалифицированных юристов областной адвокатской палаты, готовых в случае необходимости прийти на помощь. Консультация и прием юристов будет проходить по средам, по адресу город Одинцово, улица Молодежный, дом 18, с 14 до 18 часов. Также необходима предварительная запись по телефону, который мы впоследствии сообщим. Проект поддержан всеми социальными службами, областным менюстом, органами местного самоуправления. Уже накоплен немалый опыт работы. Чаще всего люди приходят к юристам с вопросами, касающимися социального и пенсионного обеспечения, взаимоотношений с родственниками и даже ведения собственного бизнеса. Очевидно, именно с этими проблемами придется в первую очередь столкнуться и Одинцовским адвокатам. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.